В 12 лет я поставил свой собственный рекорд. Будучи игроком детской футбольной команды, я смог набить 312 раз. Мой сосед набивал в два раза больше и в итоге стал профессиональным футболистом. Я же стал профессиональным журналистом, тем не менее занятия футболом привили мне любовь к физической активности на всю жизнь. А вот почему заниматься физкультурой может каждый в любом возрасте, нам расскажут люди, которые накануне отметили свой профессиональный праздник – День физкультурника. Немного истории. Первый день физкультурника прошел 18 июля 1939 года. Тогда страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В первой половине 20 века были основаны многочисленные физкультурно-спортивные общества – «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив» и другие. Сегодня День физкультурника отмечают спортсмены, тренеры, учителя физкультуры, студенты профильных вузов, колледжей и все те, кто придерживается здорового образа жизни. Профессионалы говорят, что лучшим поздравлением с Днем физкультурника для любого человека будет поддержка в спортивных начинаниях. И за этими начинаниями мы отправились в спортивный клуб СССР. О том, как правильно, без травм и с пользой для здоровья заниматься спортом, мы обратились к тренеру, мастеру спорта по спортивной акробатике, чемпионке Москвы и Московской области по бодибилдингу и фитнесу Валерии Соколовой. Здравствуй, Лера. Здравствуй, Александр. Расскажи, пожалуйста, можно ли всегда быть в тонусе, не занимаясь в тренажерном зале по несколько раз в неделю? Смотри, четыре упражнения, которые задействуют все группы мышц и проработают все ваше тело. Итак, первое упражнение, с которого мы с тобой начнем – это наклоны. Следующее упражнение у нас – приседания. Перейдем к третьему упражнению. Это будет у нас отжимания. Следующее упражнение у нас – скручивание на пресс. Погнали. Итак, давай подведем итог. Мы с тобой сделали четыре базовых упражнения, которые помогут нам держать себя в тонусе и в хорошем настроении на протяжении всего дня. Но не стоит забывать, что эти упражнения нужно выполнять каждый день хотя бы по 30 минут, потому что если мы хотим добиться какого-то результата, прийти, скажем так, к какому-то самочувствию здоровому, то физическая активность, она важна именно каждый день. Специалисты в области физической культуры говорят, что в здоровом теле должна быть и здоровая еда. Поэтому, чтобы чувствовать себя энергичным в течение дня, не стоит забывать о правильном питании. О нем рассказала многократная участница турниров по фитнесу и бодибилдингу Олеся Кучеренко. Предпочтение нужно отдавать продуктам, богатые белками и сложными углеводами. Для перекуса можем использовать цельнозерновые хлебцы, крекеры, орехи. Это продукты, которые богаты и жирами, и белками. И также содержат витамины группы В, которые поднимают наше настроение, самочувствие. Банан, яблочко можно. Это продукты, которые помимо витамин содержат углеводы, также которые могут нас насытить и дать нам энергию и хорошее настроение в течение дня. А вот как укрепляют свое здоровье и иммунитет люди постарше, мы узнали в парке Дубки. Здесь, на свежем воздухе, собрались поклонники скандинавской ходьбы. Три, четыре. Всегда здоровы! Всегда здоровы! Всегда здоровы! Под присмотром инструктора Николая Маркова на свежем воздухе химчане проводят 20-минутную разминку перед тем, как отправиться на полезную для здоровья прогулку. Очередную встречу спортивные химчане посвятили Дню физкультурника. Я когда ушла с работы в 64 года, я стала искать, где себя применить. И вот с тех пор 8 лет, да, изо дня в день, то есть через день с удовольствием пропускать совершенно не хочется. Потому что и бодрость, и сила, и общение, и природа, и воздух, ну все тут, все в одном. Ну и, конечно, не стоит забывать, что в химках работают сотни профессиональных тренеров и учителей физкультуры, которые прививают детям любовь к спорту, здоровому образу жизни. Для этого в округе за 10 лет были построены 18 новых спорткомплексов. Среди них ФОК, юбилейный новатор, центр гимнастики Ирины Вину Русмановой, центр фехтования Ильгара Мамедова, а также центры ракеточных и пляжных видов спорта. Реконструирован спортивный комплекс «Родина». Ко дню физкультурника в химках наградили всех, кто кует в здоровом теле, здоровый дух. Почетными грамотами и знаками отметили тренеров и спортсменов муниципальных и частных спортивных организаций химок, а также сотрудников предприятий, которые активно участвуют в спортивных мероприятиях города. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.